Windows 11 вышла уже несколько месяцев назад, а точнее 5 октября 2021 года. Однако ПК-пользователи не спешат пока на нее переходить, поскольку есть ряд, скажем так, не самых удачных решений, затрудняющих работу в новой системе. Непривычное меню пуск, спорное контекстное меню и множество прочих спорных решений. И в этом видео мы поговорим о том, как сделать Windows 11 немного лучше. Итак, вы на канале Dijup и мы начинаем. Начнем, пожалуй, с моей личной боли. При работе с видеомонтажом, в фотошопе, да и в других ситуациях удобно бывает перетянуть файл с рабочего стола или проводника в программу через панель задач. Я, как и многие другие, пользовался этой функцией регулярно. Однако, к моему удивлению и разочарованию, казалось бы, такая мелочь, лежащая на поверхности, в Windows 11 отсутствует. И банально перетащить файл в программу через панель задач уже не получится. Вроде бы действительно мелочь, но это нереально раздражает в работе. Но благодаря стараниям энтузиастов у нас теперь есть утилита Windows 11 Drag&Drop to Taskbar Fix, которая решает эту стыдную оплошность. Программа максимально простая, ничего не весит и не кушает ресурсов. Для ее установки необходимо загрузить последнюю сборку со страницы проекта на GitHub и распаковать файл в любое место, например, в корень диска C, ну или папку Program Files. После чего необходимо запустить программу от имени администратора. И вуаля! Нам вновь доступна возможность перетаскивания файлов через панель. Иконка программы скрывается в системном трее и по умолчанию загружается при старте системы. При желании вы можете добавить свои надстройки. Инструкция для этого есть на странице программы. Ссылку на нее я оставлю в описании. Далеко не всем также пришлось по вкусу обновленное контекстное меню. Выглядит оно, конечно, шикарно. Да и быстрое действие в виде пиктограмм – это хорошая идея. Но новое меню стало пустым и нефункциональным, большинство пунктов из него было удалено. И чтобы до них добраться, нужно из нового меню вызывать старое. И в итоге в 90% случаев вам придется для рядовых действий совершать лишний клик. Ну и для этой ситуации есть два отличных решения. Вы можете в пару кликов вернуть старое контекстное меню по умолчанию, если новое вам не по вкусу. Для этого необходимо загрузить программу Windows 11 Classic Context Menu. В установке данная утилита не нуждается. Просто запускаем и кликаем по кнопке «Enable Win11 Classic Context Menu Style». После чего соглашаемся с перезапуском проводника. И теперь по умолчанию у нас везде привычное контекстное меню, как и в Windows 10. Чтобы вернуть новое меню из Windows 11, снова запускаем программу и жмем «Enable Win11 Default Context Menu Style». Вот собственно и все. Вроде бы такая мелочь, но это точно способно улучшить жизнь многим перешедшим на новую винду. Ну а если вам в целом нравится новое контекстное меню и вы не хотите от него полностью отказываться, и вам не хватает там парочки своих пунктов, то поможет программа «Custom Context Menu». С помощью «Custom Context Menu» вы можете добавлять свои пункты в контекстное меню Windows 11. Можно добавлять запуск своих программ, при этом есть также возможность добавлять параметры запуска. Для каждого пункта можно назначить свое имя и иконку. Также есть возможность задать расширение файла или корневой каталог в контекстное меню которого будет присутствовать данный пункт. После настройки пунктов нажимаем «Сохранить» и перезапускаем процесс проводника, чтобы изменения вступили в силу. Ну либо перезагружаем компьютер. Ну и готовые пресеты настроек также можно сохранять, чтобы не потерять. Скачать «Custom Context Menu» можно со страницы на GitHub либо в магазине Microsoft Store. Распространяется она условно-платно, то есть пробная версия бессрочна и обладает полным функционалом. Автор предлагает платить только в качестве благодарности. Все ссылки будут в описании. Ну а теперь решение для тех, кому не зашло обновленное меню пуск. Еще осенью прошлого года компания StarDoc выпустила утилиту Star11, возвращающая меню пуск из Windows 10. Программа позволит вернуть отсутствующие в Windows 11 функции. Например, снова появится возможность перенести панель задач в верхнюю часть экрана. Контекстное меню панели задач также станет привычным, с возможностью вызывать диспетчер задач. Помимо стиля меню пуск из десятки, есть еще несколько вариаций. В том числе стиль модерн и версия из Windows 7. Каждый вариант меню можно довольно тонко настраивать под себя. Для этого в программе доступно множество различных параметров. Мне вот, например, зашел стиль модерн, с подкрученными параметрами прозрачности. В вариацию от Windows 10 можно вернуть плитки, с возможностью прокрутки списков и выбором размера для каждой. Только тут они будут, увы, статичными. Естественно, для всех вариантов доступны светлая и темная темы. Присутствует также возможность настройки прозрачности и размытия панели задач. Можно сделать мощнее размытия или вовсе сделать панель полностью прозрачной. В общем, действительно есть чем поиграться и работает это достаточно стабильно и удобно. Приложение, увы, платное и стоит 575 рублей. Приобрести его можно на сайте разработчика. Ну или ознакомиться бесплатно, сами знаете где. Ссылка на официальный сайт будет в описании. Друзья, надеюсь этот ролик вам понравился. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите в колокол, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну и подлистайте другие видео на канале. Там есть подборки очень крутых программ для Windows и много чего еще. И не забывайте заходить на наш сайт dijаб.нет и в наши соцсети. Там регулярно публикуются новости из мира IT и игр. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!